Драконы моря состоят из четырех частей. Для трех частей был изготовлен очень хороший русский перевод. Я, например, так не умею вообще. Очень хороший. А потом мне подарили книжку на английском языке. На английском языке оказалось четыре части. В четвертой части поплыли за русским золотом. Ну, там первая глава от него есть, да. Есть еще книжка, переведенная на русский язык с шведского, две тетеньки переводили, которая с переводом с английского не имеет вообще ничего общего, абсолютно ничего общего. То есть, настолько там дурацкий язык и так-то как-то это звучит, непонятно. То есть, с английского переведено волшебным образом. Единственный момент, там, автор почему-то очень не любил число 12. Везде, где в оригинале 12, у него почему-то 11. Или он слова такого, может, не знал. Я такое перевести не способен, поскольку переводы текстов они большие, это очень много времени требует. Я не могу так долго сидеть, клупаться. Нашелся комрад, проживающий в Норвегии или в Швеции, я не помню. Он закричал, давай я переведу его, давай переводи. Это вопрос сложный. Я, как известно, английского языка не знаю. Только вставляю маты в чужие переводы. Не сам тоже. Ну, иногда так. То есть, я с массой переводчиков общался, которых пытался привлечь для коммерческой деятельности. Ну, типа, переведи, я посмотрю. Все переводчики, с которыми я общался, ну, естественно, для начала диплом покажи, а потом я с тобой это буду беседовать. Все. Мне за ними переделывать, получается, гораздо дольше, чем перевести самому. Работать с ними нельзя. Ну, тут вот комрад оказался крайне способный. И самое главное, у него там есть эти шведскоговорящие, которые, например, ну, там есть такой персонаж Гудмунд с Уваберга. Что такое Уваберг? Русским непонятно. На самом деле Уваберг – это Савиная гора. Когда Гудмунд с Савиной горы, это звучит, на мой взгляд, гораздо круче. Вот он четвертую часть перевел, но ее там это рубанком надо обрабатывать. Меня хватило на две главы, по-моему. Или на одну, или на две, я не помню. Сейчас терзаю главу про то, как слепой брат рассказал, как он там служил у византийского императора, наворовал золото, затопил у днепровских порогов и все туда поплывут. Ну, тяжело у меня времени просто физически. Либо это, либо драконы не разорваться. На подходе.